К чешскому скандалу, с другой стороны и совершенно откровенно, подключился Лукашенко. Похоже на то, что теперь он четко играет роль куклы Путина, которой взад вставили руку и создают иллюзию движения, впрочем, как и Пашиняну. Это неудивительно, в истории по нагнетанию войск границам Украины Лукашенко принимает активное участие. Своё железо он тоже пригнал в том же направлении. Поэтому сейчас для нас Беларусь – враждебное государство со всеми вытекающими последствиями. Кстати, якобы уже принято решение прекращения закупок мазов для нужд ВСУ, хотя сделать это надо было давно и прекратить закупать это. Баритональный дискант Сашки-колхозника можно было ожидать, и оно проявилось. Согласно чешским СМИ, Совет министров Беларуси запретил возить в страну автомобили и другую продукцию чешского концерна «Шкода», косметику немецкого производителя «Бирсдорф», ему принадлежит Марка Невиэмэн, а также автомобильные масла компании «Ликвы и Молли». Объясняя это необходимостью защиты национальных интересов, правительство заявило, что приняло решение с учетом враждебных действий против белорусского народа. Причиной инцидента, по мнению прессы, является позиция ряда чешских брендов относительно места проведения матчей чемпионата мира по хоккею. В январе «Шкода Авто» объявила, что не будет спонсировать Кубок мира по хоккею, если часть матчей турнира пройдет в Беларуси, как планировалось изначально. В то время руководитель отдела коммуникации компании «Шкода Авто» Томаш Котера сказал, что автопроизводителю важно соблюдать, защищать и обеспечивать соблюдение всех норм, которые защищают права человека. Ликви Молли и производитель косметики Нивеа также отказались поддержать чемпионат в Беларуси в связи с тем, что режим Александра Лукашенко жестоко расправился с протестующими. Но в чешской прессе подчеркивается, что в официальных заявлениях белорусского правительства эта взаимосвязь не формализована и прямо не указана, о каких именно враждебных действиях идет речь. Выводы были сделаны просто по перечню компаний, которые подверглись обструкции и тому, что они могли сделать такого, что могло бы вызвать жесткую реакцию Лукашенко. Но мы склоняемся к тому, что Лука решил сделать Путину приятно. Заявление по поводу исключения Беларуси в качестве принимающей стороны чемпионата прошло еще в январе месяце, и если это действительно имело такое серьезное значение, то реакция последовала бы еще тогда. Но мы помним о том, что путинские халуи, которые подкладывают под Кремль свои страны, мгновенно лишаются внешнеполитической инициативы, и все вопросы решаются через Москву. Поэтому Лукашенке, может, и хотелось бы что-то такое сделать в январе, но без санкций Кремля он не может. А сейчас, когда вспыхнул скандал между Прагой и Москвой, пришел звездный час. Таким образом, он показал Путину маневр дипломатического засоса. Это говорит о том, что Беларусь уже утратила субъектность в области международных отношений и де-факто действует по команде из Москвы. Поэтому ее нельзя воспринимать как нечто самостоятельное. Так проще и безопаснее. Субтитры создавал DimaTorzok